Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и это Найт Кроу. Тема очень интересная, хоть не так она набирает просмотры как Линейдж 2 Мобайл, но все же. Смотрите, лайки ставите, иногда даже комментарии пишите. Начнем, это обновление, там по персонажу, по гильдии, как всегда чуть-чуть расскажу, что достиг, что узнал, куда ходил, что видел. Добавляется ежедневная помощь на 7 дней. Донатная биржа, потом гача на 5 карт по одному разу, гача на 5 карт по одному разу. Еще донатная биржа, очень вкусненькие монеты гильдии, там рандомно может выпасть вам ресурс, используя у торговца монет вклада. Давайте мы посмотрим, что за хрен такой. 36к дается при использовании навык, шанс восстанавливает он вообще ни о чем. Лес тренировок часы, блески, шестеренка на фиолглайдер. Добавляются также 3 новых события, которые мы выполняем. Там как отделка брони, оружие, украшения нам дают дополнительно и темпчики. И финальная награда это на артефакт, отделка на артефакт. Выполнить поручения гильдии, выполнить приказы гильдии. Зарегистрированный материал в журнал, вот ресики дают. Также вот этот очень важный темп для создания аппа скиллов. Также золото. 60 тысяч золота я беру по минималке. Если вы играете и это не делаете, я не знаю зачем вы играете. Выполняйте задания. Есть 3 типа заданий. Это обычные монстры на полях, потом арена, спецподземелья. Выполняйте на 800 мобов. Очень круто тут вот. Как в коллекции можем получить и темы. Также и на носку. Там мне выпало вот такое кольцо доп. Меткость по обычным монстрам. Также теперь события есть на активность гильдии. Выполняйте активность гильдии. Активность гильдии дают такие темы, которые мы вставляем в журнал. Качаем разные навыки. Вот аппаем возможности гильдии покупки у торговца. Как бы это очень важно. Очень важно ребят. Очень важно. Луки 3. Это самое крутое событие, которое мне нужно. Потому что пройти, но это очень легко проходится за 2 дня. Обычное подземелье, спецподземелье, убийство монстров. Очень легко. И дается финальная награда на выбор на оружие или на скакуна. Буду упороться в скакуна. Понимаю, что это донатная тоже помоечка, как и линейн H2 мобайл, но все равно. Очень легко гача. Идем дальше. Так, NPC Battle Fighter. Оно не хочет переводить. Я допер, да? NPC Battle Fighter. Это NPC арены. И у NPC арены повышено количество возможных покупаемых итемов. И также дополнительно добавляются 2 итема. Это как опыт на 20% и золото. Максимальное количество 300к. Минимальное количество с одного сундука 30к. То бишь 120к. Мы это берем. Мы это покупаем. Конечно, с опытом. Хер пойми, не знаю, на 30 минут. Это я как раз нафармил очень много. Не зря, не зря стоял в спецподземельях. Можем и раскошелиться. Купаем все. Купаем все, потому что оно пригодится. Получаем 300к золота. Также добавлены новые редкие навыки. Жесть. Столько книг. Надо это просто нереально. На клерика. Игнорирование снижения. Урон на 5%. Одна книга у торговца и две книги, которые апают этот навык. Никто не знает. Мы просто нажимаем на навык. Там где его достать. И где же тебя достать. А у тебя можно только создать. Да. Очень дорого создавать. Пишите, как всегда, в комментариях, что я пропустил. А я могу что-то пропустить. По игре. Сильно я по статам не продвинулся. Как бы выфармливаю до сих пор начальную зону, чтобы фармить максимально золото. Тут стою на ночь. Что тут и безопасная зона. Плюс то, что вас никто не убьет. И тут золотко очень хорошо падает. Добавлен пропуск на 14 дней. С гачей на скакунов и гачей на оружие. Но я не буду его брать. Потому что это чистый рандом доильня. Которая... Я не вижу, что она мне бустанет. А алмазиков, то я потрачу очень много. Фармим алмазики. Намного удобнее магазин, чем Lineage 2 Mobile. Можем выбрать, что нам интересно. Назначить. Цены показываются на те товары, которые нам интересны. Даже можете видеть, что я продаю. Пока рынок живой. Потому что вот даже в Nubalock стоять. Вот такую рарную зеленку. К примеру, то, что она идет в множество кол. Стоит она на аукционе. Минимальная цена 505. Но я ставил за 650. Дороже минимальной цены. Средняя цена за неделю 450. Но также можно брать любые итемы. Любую точить на 5. И продавать дороже. Очень легко и просто. Также рекомендую, если будут дальше пропуски. Там с каким-то крафтом. Пропуск, потому что он очень вкусный. Создание. Оно привязанное. Тут нет возможности его продать. Оно привязанное крафтится. Зачем оно мне надо? Был крафтовый пропуск я взял. Потом нагачу я брал. И с донатной бежой. Да. 3 пропуска я брал. Вот на 5 у меня зашло. Это не захотело на 4. Как ни крути. Вот не захотело. На 5 зашло. Вот это что мне нужно. На урон и меткость как раз зашло. Весюличка. Талисман Коготь. Также выполняю задания ежедневные. То что с них дают золото. Даю задание. Ну 30 алмазов это копейки. Сам стою в 30. Подземелье. Вот. Земля. Процветание. В области 1 мы стоим. Там больше золота падает. То в области 2. Уже мешочки с золотом падают. Плюс. Свитки приказов гильдии. Которые. Не привязаны. И стоят 900 алмазов. Но тут. Меньше вы фармите золото. Из-за. Низкого килл рейта. Где-то в половину. Меньше. Будете фармить. Чем в области 1. Почему я пошел в область 2. Потому что я приобрел скил. Реанимация. Он хилит меня автоматически. Каждую минуту. Восполняет. 1000 хп. И за счет этого скилла. Я могу ходить. В святилище 2. Первый намного профитней. Там и по золоту. Относительно по опыту. Одинаково. Во второй зонке. Да. Падает. Обделка на оружие. И только во второй зонке. Мне выпали 2 жетончика. Которые нужны на продвижение класса. Один я выбил на арене. И вчера еще один. С мадарой. Спец в подземелье. Хотиков хоть пособираешь. Подожди. Тут какой-то ганг отряд. Сейчас нас пиздить будут. Чувак. 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 Нас сейчас отпиздят. Побежали отсюда. Побежали. Их сильно. Беги бля. Беги. Я один раз гипу их всех. Беги бля. Беги. А кто ты такие вообще? Они на нас бегут? Стой. Давай я тебе покажу. Давай давай. Я снимаю нафть. Ты уверен? Да. Они меня пьют. Ну что ты на... Что ты покажешь? Я покажу сейчас. Он говорит. Игра очень зависима от пати. То бишь собираться в пати. Ходить в спецподземелья. На арене в основном бегают кланами. Там по 5-10 человек. Но все равно. Когда у вас там будет 4. К примеру, человека в пати. То меньше людей на вас смогут напасть. Там иногда чуваки забущенные, перебущенные. Уже золотыми пушками бегают. Вступайте в гильдию. У нас есть 4 человека пока самых активных. Потому что я могу наблюдать там за приказами. Надеюсь это 2 девочки. Или одна девочка с двумя. Инхотеп. Один из немногих, кто зашел в группу. И мы там можем общаться. Обсуждать гильдийные, к примеру, дела. Подписывайтесь на группу. Потому что я тут вылаживаю свои мысли. Своё видение. Что брать. Что покупать. Пошел на арену. Как раз вот эти граальчики выпадают. Граальчики еще стоили по 18. На тот момент, когда я ходил. И там алибарды падают. Было событие на арену. Нужно было убить 6000 монстров. Я там пати нашел. Практически ничего не поменялось. После 4 дней. Это 4 дня назад было. Вот я показываю, что я там нафармил. Да, граальчики. Алибарды примерно на 270 алмазов за 4 часа. Очень неплохо. Также рассказываю, что покупаете пропуск. Потому что можно скрафтить глайдер. Если он будет не привязанный. Продать его. Привязанный и синий. То одеть на себя. Потому что глайдер. Возможности. Да, там зависать в воздухе. Атака в падении. С максимальными возможностями. Я не вижу пока глайдера. Это только фьюол глайдер. Но хотя бы синий глайдер. Без каких-либо возможностей. Он дает на 15% больше получения опыта. На 15% ну или на 24% Если у вас обычный глайдер. Не зеленый. И так же каждый глайдер. Там дает какие-то доп уроны в ПВЕ. Примеру. Да, меткость. Вот. 675. Пока застопорилась цена. Минимальная цена. 675. 733. Очень вкусненькая штучка. Если мы вот сюда на лупу нажмем. Мы можем посмотреть. Если мы уточнем на 7. Она нам даст 10 точности. Но пока я не вижу смысла в 10 точности. Потому что в локации 41. Мне тупо не хватает урона. Вот точностью все прекрасно. Не мажу. А вот урона не хватает. И защиты. Вот этот скилл не спасает. Не было вот этого скилла. Я бы тратил 300 банок в минуту. А так я трачу 300 банок в час. На этом споте. Там профит очень невероятный. Если мы возьмем. Здесь падает 160 опыта. Там 800 опыта. То бишь тут мне надо убить. Примерно 6 мобов. А там как раз я за это время. Убиваю одного моба. И по золоту я бы не сказал. Что там. Если я буду стоять на этой локации. Я фармлю 50к. Там 55к. Когда как. Там я вот выбил. Мешочек золотом. Я его конечно продам. Наверное. Если у вас будет хороший киллрейт. На той локации. Даже вы будете получать. Меньше золота. Чем там 36. Ну на 36 споте. Это очень неплохо. Как бы. За счет. Выпадения мешочков. Самый вкусный лут. Это на арене. На арене. С обычных 40 монстров. Вот на арене. Как раз вот этот скил. Который я купил. Меня подхиливает. Я не нуждаюсь в банках. Даже там 2 арбалетчика. Когда на меня садятся. Они не успевают столько снести мне хп. Чтобы начали стратить банки. Восстановление. С обычных монстров. Выпадает высший жетон. Но какой процент. Не знаю. Также части на глайдер. Видим крафт на артефакты. Можно продавать. Надо смотреть в перспективе. То что вам даст какую-то выгоду в каче. Продать этот ритем. Часто что он будет дешеветь. Со временем. По любому. И также тут. Знаки подвига падают. Вот это. Граальчик очень часто падает. Древний папирус. Для создания. Ну сундучек. То ладно. Тоже колы позакрывать. Закрывать вероятность выпадения. Всякого синего. Зеленого. Белого. Но вот это самое главное. Если вот эта дробница. Цена не падает. Она застопорилась на 10.9к. На данный момент. Очень интересно играть. Дискорд. Заходите туда. Общаемся по игре. Пока 2 человека общаются. Но видим по активности нас. 4 человека. И пока чуваки в онлайне. Делают вклады. Вы с нами. Если у вас там больше 5 дней нет. В аккаунте вы не делаете вклады. Тоже недавно вступил человек. То мы будем прощаться. Спецподземелья меня отправляет. Так ну возьмем. Пойдем спецподземелья потом. И плюс 1% золота. Также за счет прохождения. Нам дают очки гильдии. За которые мы апаем возможности гильдии. Там как скиллы. Активность журнала приключений. Гильдийного торговца. Мы решили. С инхотебом. То мы идем на книги. Тут не так уж много надо. Но пока месь фармится. То за 100к. Если я не ошибаюсь. Давай мы в город пойдем. Смотрим. За 100к. 150к. 150к нужно. 150к. И это входит. Это просвещение. Просвещение 1. 150к монет гильдии. За месяца полтора я смогу фармануть. Там и уже третий левел. Скоро возможно кто-то начнет заходить в гильдию. Какие-то пвешники. То что у нас чисто пве гильдия. Убиваем мобов. Подземелья. Потому что дают монетки. Минимально 300к. Может 10к выпасть. Это я так предполагаю. Раз в неделю. Сброс каждую неделю. Доступно при достижении третьего уровня. Полтора миллиона золота. Это список основных трофеев. Видим. Да. Вот такие интересные. Сучки. Которые нужны тоже для создания. В гильдии надо участвовать. В плановых мероприятиях. В этой игре ты ничего не добьешься. Пока живой рынок. Пока можно фармить. Даже в нуболоках. Какие-то итемы продавать. Закрывать коллекции. Пока есть люди. То играем. Наслаждаемся. Ребят. Пишите в свои комментарии свое мнение. Я понимаю что это очень донатная игра. Также покупаешь литый сундучок. За 10 тысяч золота. В котором свиточки. На выбор. Очень важно на выбор. Также я не смотрю за всякие донатные штуки. Потому что это очень дорого. Если брать. То только два пропуска за реал. Это 40 долларов. Вот эту карту можно взять. Потому что карты мастера. Темчики на временную колу. Ну это такое. Один пропуск дает 20% копыту. Метка и защита. И часики ежедневно. И золотка. 30к. Это по минималке беру. Ежедневно. Вот брать. А так ничего не вижу. Пока игра нравится. Пока есть люди. Карты достаточно большие. Но комнатные. То что нет открытого мира. Ходится именно открытый мир. Но в этой игре есть все. Что нужно для MMORPG. Это гринд. Парм. Игра в пати. Игра в гильдии. Общий чат. Куда без него. С вами дядюшка Розе. До новых встреч. А я фри игрок. Который любит. Когда его. Постоянно. Унижают. Сука. О. Плюс пола. О. Плюс еще одна. Ты на этом науке сидишь? Нет. А. 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 Беги. 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 Братан. Беги. Ой они слабенькие какие. Беги. Беги. Похуй. Ты умер? Похуй. Че ты умер? Я специально умер. Это ж те же самые. Похуй вообще. А где я? Где я? Кто я такой? Кто я? Та фай. Та фай. Так. Они убежали. Я надеюсь. Пошли в другую строковую зону блять. Встанем мы тут пиздец какой-то. Та пойдем. Ну ладно давай здесь встанем так же. Тут? Тут же? Думаешь? Да они не дадут. Можешь на другую пойти. Ну по идее это наш форт кстати. Ну это наш форт. То что мы тут только и можем тэпаться. На другие нам бежать придется. Ну у меня есть форт третий. Пиху а не пиху. Че кто это?